в эфире программа взрослым о взрослых в студии психолог михаил лобковский здрасте друзья здрасте александр добрый вечер так сейчас выглядит голос мари армус сексуальным правда как будто она покурилась но он друзья мои у нас сегодня интересный но для меня всех в случае темы надеюсь что и для вас я хочу звать вам следующий вопрос если вы уже находитесь братья или собираетесь выйти замуж или пожениться то зачем вам это надо вот что вы ждете какую цель преследуете я не буду за вас как бы придумывать разные варианты гораздо интереснее если вы сами поделитесь и так тему сегодняшнего разговора независимо от того находится ли вы уже в браке только собирается туда мужчина вы или женщина девушка вы или юноша зачем вам брак и семья вот у нас звоночки добрый вечер в эфире здравствуйте 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 михаил здравствуйте александр привет вам из кафранской области меня зовут екатерина и я звоню похвастаться давайте нашему брак уже 15 лет и честно говоря когда я выходила замуж то я выходила для того чтобы порвать связь со своими родителями да я в этом себе призналась причем благодаря вот вашим лекциям благодаря тому что я уже очень давно являюсь вашей поклонницей спасибо вам большое за то что вот вы так много теми наблюдения скажите пожалуйста вот как это было вы с мужем до брака жили вместе да дело в том что мы познакомились 14 февраля причем это случилось на волне моего краха в личной жизни я рассталась со своим предыдущим ухажером очень болезненно это были невротические отношения как я теперь понимаю и когда только начинались сайты знакомств и я разместила анкету и он был одним из первых кто мне написал когда еще извращенцев было не так много в онлайне и я считаю что просто я вытащила свой счастливый билет мы с ним познакомились начали встречаться и ровно через два года мы поженили 14 февраля вы же могли уйти от родителей и не выходя замуж я этого не понимала тогда я была очень инфантильным человеком но вот мы 15 лет вместе у нас трое детей и сейчас я уже понимаю что мой муж на самом деле очень цельный человек потому что он не зная ни одного вашего правила четко следует им и живет как раз вот по вашим и возможно это и помогло нам сохранить вот илью и в общем-то мы нормально живем от замечать спасибо то есть случаются браки по расчету бывают счастливыми но это не просто расчет или вот если бы вот но может быть муж нашей служительницы не слышат вот я был бы этим можем у нас все прекрасного типа мы же надо любил кто-то через 15 лет выяснилось а замуж-то я вышла очень из-за тебя и от родителей хотелось видеть приятный торваться кажется мужчине был как минимум обидно в общем да друзья мои добрый вечер михаил очень хотела вам позвонить но не моя тема не очень веревались тут брака на примере один максимум до счастливой пары вероника вероника если тема не ваша вы знаете вы можете уносить какое число 18 до следующий вторник будет 20 25 но вот 25 я думаю это будет последний вторник августа не 31 до ада дам уже 1 сентября конечно ну да поэтому будет специальные программы для тех кто не попадает в другие темы последний вторник любого месяца ответа на любые ваши вопросы тоже девушка пишет добрый день какой прекрасный вопрос тоже мучаюсь этим вопросом хотя в достаточно успешном браке 25 лет но постоянно себя спрашиваю зачем мне все это кто я кто эти люди где мои деньги дать следующее возьмем 736 1 добрый вечер здравствуйте меня зовут татьяна михаил очень благодарна вам за этот вопрос потому что сама задумываюсь зачем мне семья я в браке 29 лет двое красных детей прекрасный муж надеюсь что все будет так и дальше вот сказать бы что я для себя создавала эту семью это какой-то наверное такой небольшой эгоизм сказать что я для своих будущих детей и для создавала ну тоже как бы для других на не для тебя наверное какой-то тандем какая-то такая подождите вы что завтра выходили для мужа что ли нет для тебя корректирую он не собираем 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 спасибо большое была передача с прекрасным господи я как только до имен нахожу сразу их забываю с прекрасным режиссером и прошлым актером кто играл в мастер маргарита мастера в новой организации мастера я лейбасе вида александр александр га все вспомнил сандр галибин на вопрос и получали дает я два раза счастлива развелся и один раз счастлива женился вот как я поделая гениальный ответ и считаю друзья мои хочу сделать небольшое объявление завтра в девятнадцать тридцать я вас приглашаю на свою онлайн лекцию про обиду чувство несправедливости и жалости к себе все подробности и билета на лобковский точка ру вот нам пишут вот такой общий ответ и секс это не подписался семья нужна исключительно ли детей брак для этого предназначен ну я хочу чтобы свое личное мнение высказали для чего брак буду не философский выясняя вопрос смысл института брака просто каждый человек который или хочет иметь семью или в браке состоит или уже развелся и опять хочет иметь семью или браке состоит должен себе но не то что должен может себя спросить а зачем мне это нужно об этом и передачи да вот сейчас возьмем звонок пишет девушка 19 лет хочу в будущем выйти замуж чтобы обрести для себя родителя в мужа понимаю что это неправильно вопрос как сделать так чтобы цель выйти замуж поменялась и стала более здоровой а для этого повзрослеть вообще хочу сказать девушка молодец потому что она честная она прямо говорит вот мне муж нужен в качестве отца вообще все отношения между мальчиками девочками они строго делятся на три категории взрослый ребенок вот то что сейчас было в письме ребенок ребенок и взрослый взрослый конечно самые идеальные отношения это взрослый взрослый но особенно в россии может быть на западе не в таком размере огромном вот это вот папик и это самое это был гениальный номер александра ревы как он сидит и вот так 70 и 19 как тебя зовут она гать света я буду звать к снежана по 21 вот вот папики и отношения между взрослыми мужчинами но такими возрасте и юными женами с разницей возрасте я бы сказал 50 плюс лет разница это наша российская там кажется еще папу при том что родной отец мог быть без скала без двора но эти папики должны быть хотя бы уже обеспечены и то есть речь не только идет и не столько идет о том что он будет ее одеялом на ночь накрывать и читать ей сказки сколько тоже не должны быть деньги она ребенок ребенку надо игрушки но это такая тема интересный конечно дальше поехали на завод 31 добрый вечер здрасте ольга отличного воли нет ни на вообще абстракт мы как пишут для детей а вот лично вам да я говорю только про официальный брак и не страшно зачем люди вместе жить например одна я вам скажу у меня прям есть конкретно а дело в том что я стою в нет отношениях женщиной вы имеете уже 7 лет и мы хотим купить квартиру ответственно это недвижимость приобретенная я хочу быть как бы защищена спасибо вот эту тему мы не брали потому что мы все любовь морковь а вот брак с точки зрения своего института брачного юридического брачного института конечно же делает женщину защищенной и в редких случаях когда женщина богатая это отношение не папик и девочка а мамочка и сынок у меня были такие на приеме это так прикольно я помню была одна пара лет 30 назад он работал раньше ее водителем она была его начальницей потом они поженились и она разговаривает они оба пришли она разговаривает так а будто я директор школы или классно руководитель а мама привела сына михаил вообще ничего не хочет михаил яму книги даем их не читает михаил давай получи образование а он цвет наводила нормальный водила сидит добыть его его жарот закройте а я покурить хочу мужчина не молчите что я скажу вот так вот вот так он разговаривает и говорю да хотя бы поступи в какой-нибудь институт техникум какой-нибудь михаил он не развивается говорю мама у нас же не классное собрание не родительское он такой какой есть вы когда замуж уходили он был водителем что-то изменилось тех пор смешно было вот так вот такие отношения до имеет место быть и вот когда женщина выходит замуж и мужчина но они квартиру покупают машину гараж прицеп некоторые участки земли и не обязательно в российской федерации а потом же это не делится потому что если вы не в браке я вам открою маленький секрет особенно для тех женщин многие женщины александр вы не знали об этом обожает своего любовника называть мой гражданский муж слышали про такое а в обращении гражданские не муж почему а потому что лет десять назад примерно я не хочу врать не помню точно дату из гк и скрф соответственно гражданский семейный кодек российской федерации убрали понятие гражданского брака нос гражданский брак от как бы не церковный дословно но там речь шла о том что если вы живете вместе во грехе не расписываясь какое количество лет и ваши соседи подтверждают что у вас брачные отношения тем более сидеть и есть там имущество то одна сторона например которые в случае когда вы разбегаетесь хочет поделить ваше имущество подает исковое заявление в суд просит суд признать ваше сожительство браком суд признает и дальше как в регистрированном браке выделить имущество вот эту статью убрали то есть александр если вы живете со своей девушкой 30 лет она вам и носки покупает и квартира и дома в италии в испании а вы разбежались то вы ничего не получите дарись вас шестеро детей потому что это все до того человека мы который то зарегистрирован и такая тоже была смешная история ой так было смешно сейчас я расскажу это тоже было лет двадцать назад не меньше по моему приходит парень вообще никакой вы просто никакой играть михаилу нужна ваша помощь вот сейчас внизу на улице безутешно рыдает моя девушка она меня вообще достала я хочу от нее избавиться я когда стены эту тему разговариваю она начинает рыдать она не хочет быть помогите пожалуйста я не справляюсь то что я просто все убью она меня достала я жизни не хочу она всеми угрожает что сейчас подряд и так далее вот я говорю хорошо 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 идите за девушкой приходит такая красавица прямо вообще глаз не оторвать но вся зарыданная вся зареванная как в песне вся в соплях и губной помаде перепачканное лицо помните плачет девочка в автомате ну вот я говорю женщина что ж вы так убиваетесь то что случилось она говорит михаил я жить без него не могу просто не могу жить без него вы меня конечно простите у людей вкус это разные но я видел вашего жениха я без него жить бы точно смог и вдруг она мне говорит я его раздражаю он не знать что будет михаил меня прямо бесит твои вещи разбросанные в нашем доме в швейцарии в нашем доме во франции в нашем доме в майами в нашем доме в таскане в нашем доме в германии в нашем доме в австрии говорю смотрите а парень ты действительно красавец вот я вас стал понимать уже да понимаю тяжело вам с этим расставаться с этой красотой то но расставайтесь оказался пишем такой же псих как и она тоже когда я и уговорил все-таки расстаться он сам за ней бегать стал то это смешно было уж когда она начала перечислять дома продлежащие ему и вещи и и разброска в этих домах правит правит на глазах становился другим пошли дальше до 731 добрый вечер добрый вечер добрый вечер михаил мое имя елена я из харькова и эта тема касается меня так как и многих людей на этой планете я была замужем и успешно как вы говорите как вы перед этим говорили развивать несколько раз я так чувствую по разговору да 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 боюсь просить много два раза ну и какие ваши года так да мои годы как и ваши приблизительно одинаково я только один раз раз так я поняла я общий опущих годах жизни своей да так вот проживя во втором брате 30 лет и успешно расставшись теперь на сегодняшний мне не понятно что в принципе штамп он не обязателен а быть свой без штанов пойдете на улице или не понимаете как с этим как получилось ну вот я принципе вас понимаю чем вы говорите да это защищенность и какая-то финансовая поддержка для подрастающих детей но дело в том что в такой ситуации оказалась я и я вынуждена была отдать своей часть своей кооперативной квартиры тогда я вас понимаю лена я вас теперь стал лучше понимать спасибо вам за ваш звонок значит пишет татьяна развелась уже незачем не хочу еще другая татьяна это узаконивание суд брака экономических отношениях не хочешь чистой романтики то брак не обязательно кстати карл маркс великий мыслитель как я понимаю с возрастом гораздо интереснее чем карл батру фридрих энгельс великий мыслитель наверно даже интереснее чем карл марс написал целую работу а происхождение чудо такого семьи частной собственности где написал что буржуазном обществе брак есть акт купли-продажи чат из семьи ты бы и часто собственно не помню 40 лет с тех пор прошло за врачи не до дать сообщение сначала от двух александров из москвы но какие-то разные позиции один александр он хочет жениться чтобы было кому за ушком почесать второй александр собирается жениться его полностью устраивать девушка мышление наверное такое мне все равно а ей приятно ну да если я люблю что же перепрятать не сделать да почему не дали сильно а кстати лайфхак вспомнил я сам в разводе и вот когда разводишь тебе кажется ответственно ставят штамп в паспорте до паспорта я благополучно потерял и теперь он чистый так что я детство начисто не порочи девушки телефон прямого эфира плюс семь девятьсот три наверно у девушек такая же история то есть если меняют паспорту там никаких печати александр как бы хочет сказать вам плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 семьсот тридцать стоять один добрый вечер добрый вечер нет нет мне зовут ирина на мне 41 год и я третий раз развелась поделиться я очень радуюсь свободе но к сожалению печалюсь кредитными теперь источнили после развода за всех трех мужей платить не за одного последнего последний любимый небось не то слово теперь думаю что больше так не влипну я хотела как бы поделиться вот этой своей историей кто кто сейчас слушает тем что муж и жена даже в браке это все равно чужие люди чужой человек который может и своей жизни уйти по какой-либо причине ну и когда вот мы жили я этого не понимала и поэтому все было наше все свои доходы вкладывала в имущество мужа это потому что это был третий муж можно у на первых двух уже потренироваться там другие были тренировки михаил имущественная именно тренировка произошла в третьем браке вот вы три раза были замужем вот какой для вас был смысл вступать брак расскажите зачем ты раза вы вступали в брак вот теперь уже разобравшись психотерапии до терапевта теперь-то я поняла зачем мне были те браки это страх одиночества желание спасать и три мужа были ну такими людьми которые которых я пыталась улучшить и на этом плане себя как-то лучше чувствовать понятно спасибо вам большое что-то хотел сказать и по дороге забыл вот можем почитать я женился потому что моя супруга пилюля так зовут супругу очень хотела этого но я не стал долго сопротивляться а когда мне от ее работодателя припала страховка за льготную цену я понял что не зря согласился на это предприятие пишет нам артёв из нахабина до 731 еще успеем до перерыва принять один звонок добрый вечер здрасте добрый вечер здравствуйте здравствуйте ольга тридцать один год у меня два брака за спиной один неудачный по молодости по глупости неправильно выбранный человек и после этого другие опыты были и три года назад встретила своего мужа который буквально через две недели меня сделал предложение которое не приняла в то время не отказался на шестом сейчас я понимаю что ну это посланные мне подарки действительно счастлива но зачем вы первый раз заходили замуж и вот сейчас первый раз я вышла замуж в 18 лет у меня не было мудрости и если у нас это как бы есть ответ на вопрос зачем нет я забеременела и всем нашим родителям показалось что было само собой разумеще что мы так а сейчас зачем вышли замуж а а сейчас нет ответа но после 10 лет неудачных опытов я наконец вот эта интересная вещь обрела какое-то понимание что мне брак не нужен я его больше не искала мне было хорошо с самой собой и многие меня даже вот девушки спрашивали ты чё одна ходишь такая красивая как это где твой парень а у меня нету его мне и так хорошо и вот в тот момент когда мне стало хорошо с самой собой в тот момент я встретила своего мужа которым абсолютно счастья и ну вот интересное наблюдение может сначала найти себя и вот с этих пор я перестала верить может быть раньше не такой был конок к классическому традиционному вот выйти замуж рано а раньше я была только вы не кода 18 лет так куда раньше нет ну просто принято что девушка вот у нас такой менталитетом 23 года если не замужем уже не может слушать это все потому что мы сейчас должны перерываться и через пару минут мы снова в эфир я раз напомню что тема зачем мне но не мне а каждому кто звонит нужна семья и брак я милыми на официальные отношения вот замечательно сообщение пришло от анны из сан-франциско мы создали семью чтобы состариться вместе потому что дети гости в нашей жизни они выросли улетели мы вместе женаты 10 лет я вышла в 35 лет замуж мой муж удачно женился мы никогда не ругаемся просто я сейчас вспомнил очень смешной эпизод владимир поздер которым по 84 уже не помню 85 около того да он насчет у нее интервью брали и меньше и она говорит о его еще ваши было три брака в этом народе как говорят 1 жена для любви 2 для семья 3 и так-то глаза закроет апостол вдруг говорит общего думать что это она не закроет машет и я слушать у меня понравилось мне замечательная подруга с которым мы договорились если в 65 лет то есть нас никто не возьмет мы собственно говоря создадим семью и уедем с ней жить в италию то есть как-то вот так вот дай бог 65 лет до булочной дадите зато спокойно понимаете хоть чуть-чуть на душе 731 добрый вечер добрый вечер здрасте здравствуйте еще раз михаил я уже звонила мне просто не получил задать вопрос а как вас зовут меня зовут екатерина я звонила хвастаться что живу в гармонии с мужем тогда был дело да вот и у меня с этим вопрос у меня есть брат ему 31 год и вот он утверждает что ему не семья не брак не нужны вопрос нормально ли вообще это для мужчины и до какого возраста спасибо а сколько брату лет дуне дайте считать что брат еще не созрел я вот что хочу сказать в этой жизни которой мы живем очень много заблуждений и штампов например считается что семья больше нужно женщине с точки зрения экономической юридической да но вы только что слышали крик души от женщины который выплачивает за мужа кредит были истории когда женщина зарабатывала и и деньги так сказать ушли там квартиру под полквартиры мужа что и так далее но обычно в традиционной истории российской особенно женщина финансово защищена потому что имущество приобретенные браки при отсутствии брачного договора является общей собственностью и при расторжении брака она делится есть так моим и супружеские доли в имущество вот а вот с точки зрения еще каких-то идей для сказать сложно да у людей могу точно сказать не то что биологически это людям свойственно иметь потребность жить вместе вот так бы я сказал а и суд брака понятно он еще относительно молодой потому что предки наших предков наших предков наших предков жили по-разному жили общиной был промискуитет дать к промискуитет почти как нефомания да 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 сомаряру с накладывая связи до были периоды когда например считали детей по матерям то есть жены мы женщинами мужчин меняли и поэтому так как все прямо сбились толку чей ребенок от кого это тут светкин это танкин и только вот а потом там были там матриархаты патриархаты и так далее всякое в жизни бывало но сама идея мужчине и женщине жить вместе она мне кажется просто человеку присущи как виду найти бывает стайные животные парные животные одиночные животные бывает прайды бывает стада вот человека есть какая-то потребность жить вместе николай за екатеринбурга пишет с будущей женой жили в восемь лет вне брака был ребенок недвижимость оформлял на свою будущую жену потом появилась дочка не надо было оформить ипотеку материнский капитал пристроить вот и поженились изменения теща перестала сдавать вопросы про женитьбу в остальном изменений нет 1 731 добрый вечер здравствуйте здравствуйте это я стремился ну или я или вы или вы оба ой прошу прощения сразу не поняла меня зовут моя мне 33 года михаил слушаю вас постоянно и я счастлива что до вас назову в общем я хочу сказать по поводу семьи так я ни разу не была да 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 и никогда туда не стремилась вот сейчас я думаю что замужество было бы неплохо как сказала девушка себя каким-то образом первая безопасить но как бы еще если честно если мужчина любит женщину она любит его они создают некую семью у меня кую а семью как ячейку общество как знаете свое обособленное государство в котором можно вводить свои традиции ну как-то обособиться других людей и обозначить себя свою принадлежность мне кажется брак в принципе нефли не считать материальную и любовную точку зрения вот еще как традиция как традиция как обособлены государства я его рассматриваю таким образом то есть издается какая-то долг когда говорили чейка общество то речь шла о всем государстве а вы имеете ввиду что вот внутри своей семьи как бы своя страна друзьям а еще раз напомню что завтра я вас жду поговорить пол восьмого это дни на ради вас уже жду она онлайн консультацию про беда чувства несправедливости и поражалась к себе а воскресенье 23 августа я вас жду на консультацию обман манипуляции и ложь и как от них избавиться потом одно дело люди которые сами подвержены со стороны других людей обману манипуляциям и джи а есть люди которые сами манипулирует обманывает и вот эти правда как правило не жалуются на них жалуются но вдруг чек сам устал так жить и хочет здоровой жизни не знает как так что приходите семья это ресурс максимально близкие лаяльны зависимости от роли возраст и принимаешь участие в его развитии или поддержания смотри какое дело вот я бы ушел от философствования к кличному отношению мне интересно если вы скажете вам это зачем знать как приходит может домой видит что его друг лежит на его жене слушай но я муж я должен и лет это зачем слушайте очень много сообщений похожих по своей сути вот например от екатерины в моей родительской семье никогда не было взаимопонимание и доверие поэтому хочется однажды создать свою семью чтобы почувствовать опору а вот семья отец погиб когда я была маленькая мама воспитывала одна нас с сестрами и я встал сейчас спать у нас 19 лет и он сказал что хочет уйти от меня пролема и нервозности он приводит пример свою семью сейчас он хочет гулять сейчас лотом 24 года расставания как правильно создать семью если не было примера в детстве спрашивает эльвира эльвира для того чтобы правильно создать семью когда вы должны быть спокойным счастливым уверенно в себе человеком и больше ничего для этого не надо 731 добрый вечер здрасте алло здрасте здравствуйте у меня есть время в браке у меня есть ребенок ему два года я сама понимаю что у меня есть такая черта что я все откладываю на потом или делаю в последний момент а тема наша сегодня какая у нас сегодня тема вот только из барнаула подтверждает да да паспорт чист дети выросли совершеннолетние с мужем в разводе в 45 поменяла паспорт теперь он новенький чистенький здорово слушать это вам подмигивание кивок и дети выросли 731 добрый вечер здрасте виталий вы первый дозвонивший сегодня мужчина года меньше года сейчас я не в браке но того времени я встретил женщину и мы с ней родили четырех детей в брак то не вступали больше нет не вступали мы сейчас живем в брак у нас четверо детей нас пока устраивает она не требует от вас чтобы вы сделали предложение все-таки четверо детей ответственность нет не требует у нас нет никакого общего имущества единственное что я сделал это сходил к нотариусу и написал бумажку что все моё там движимое и недвижимое имущество которого у меня нет ну там кроме автомобиля нашего завещается ей в случае моей там внезапной кончины здорово и же такие женщины а вы знаете насчет внезапной кончину тоже интересный вопрос хоть нотариуса приглашаю в программу вот если человек в браке не находится пишут завещание пользу горячо любимой девушки а у него родная мать родной брат и дети то я не знаю мне кажется что есть так моим и обязательная доля и эта девушка вас вообще ничего не получить то есть родственники первой очереди так называемые это родители и дети они могут оспаривать братья и сестры вот поэтому и даже здесь есть ищенность по отношению к женщине константин пишет здравствуйте скажу так хорошее дело браками на завод и дополнил я сам в союзе у меня прекрасная семья то есть назовут сплошные противоречия первый штамп по глупости пошли регистрирует ребенка за 1 расписались вы можете за 1 расписались на слово за 1 пишется слитно второй муж говорил это я на нам пишет ваша лица до крайних случаях они других вариантов это я понимаю мужик до последнего стоял подробности они получил он не мог сформулировать видимо что такое нет других вариант его мама хотела чтобы ее парни жили брать и начала намекать мы подумали решили но раз так у них никого никого больше искать жизни собираюсь так можно и штамп обоим было за 30 братья 12 я не 45 лануках я на спасибо соломы пишет а из армении почему брак для меня страшен я боюсь всего что состоит в браке это из перфекционизма или у меня не было хорошего примера семьи нажите сосед за фразой я боюсь всего что состоит брать но так написано но видимо все что связано с браком я не знаю почему может быть пример неприятное с детства 730 101 добрый вечер вот как говорится тебе бабушка и они оба так отреагируют перегружена просто линия друзья 730 101 на плюс 790 37 97 6333 здравствуйте пишет лили из казани когда впервые 27 лет назад удел своего мужа сразу поняла что это мой человек внутри у кого-то так бывает да брак должен был счастливый саша из выборга штамп поставить чтобы родственники друзья попили на свадьбе живу с девушкой люблю не буду будет люблю не буду с ней жить андрей саргута выживать легче чем поодиночке да а вот кто-то написал ужаснейшие сейчас была музыка она треша ты не хватало правильно я понимаю да больше больше треша да а виктор из саратова дважды женился на своей жене сделал это с целью наладить отношения которые все время портились о как теперь понял она нарцисс и делал а это для повышения ее самооценки кстати вопроса дважды было во время карантина передачи орган на который пришел александр лева и говорили реву говорит вот но мы до этого стрелы и делали с прямой эфир просто в инстаграме аре выженат лет 16 и он любит в это или 12 не помню он через какое-то количество лет делает свадьба с одной и той же женой но не уже было четыре свадьбы и орган говорит александр а когда у тебя будет хочу не скажу в это лобковскому сказал на этом передача закончилась я тоже не знаю когда время будет очередная свадьба ольга пишет из москвы а я вот уже девять лет в отношениях с американцем и не вижу смысла в браке поскольку у него ничего нет кроме пятерых детей бесконечных судов и трат на адвокатов американское гражданство без пары тройки миллионов бессмысленно согласен пустая трата времени даже давай но зато любите же ольга что вот русские женщины так михаил не такой вопрос 6 лет прожила с парнем не совсем по теме карина пишет нам так что давайте наверное другой раз так я была замужем вышла потому что было очень грустно я плохо думала больше нет сейчас мне кажется что брак не особенно обязательным если вы два самостоятельно финансово независимых человека думаю если встречу кого-то и если дело дойдет до уже прямо таких серьезных вопросов то можно будет расписаться а я сам алексей спикера удобно пользоваться друг другом на законных основаниях вот хочется спросить что означает фраза пользоваться друг другом ибо не юзай меня это вот как вы говорили про куплю продажу что законы денежно-рыночные отношения до 730 что один добрый вечер что ж такое то это а такой ответ про отношение к браку а была смешная история расскажу про течь и полминутки значит борис борис геремичков написал песню темный как ночь цепкин написал сценарий они сняли фильм поэтому песенок а клип целый фильм вот и там анна каренина идет и встречает воронского с девушкой на это русский а ты с девушкой а в россии глуши тащи с мужем живешь это я понимаю друзья у нас будет еще пять минут на общение темы сегодняшней программы зачем вам нужна семья и брак 731 и плюс 79037 976 3 на 3 ама девочки красивых любите непостоянную у них любовь в эфире программа взрослым а взрослых студии психолог михаил лапковский мы продолжаем а на самом деле уже заканчиваем у нас пять минут осталось говорить о том зачем конкретно вам замуж не вообще зачем людям а вам конкретно вот вышла замуж тоже хотела выйти за этого человека не просто чтобы мы перед лицом своих товарищей торжественно пообещали что до конца будем вместе не нужно чтобы именно был такой штат подтверждение и гарантия людмилы пишут из москвы для тех кто вчера родился под лицом своих товарищей это что такое александр смысле вот этот человек который вчера родился откуда эта фраза перед лицом своих товарищей во первых по-русски правильный традициями своих товарищей у товарищей не может быть одно лицо это в тетради за две копейки на задней странице я дальше фамилии и имущества торжественно обещаю традиционно своих товарищей жить бороться и учиться как завещал великое мерзкое что-то хочет я почти дословно коммунистической партии сельского союза октябрёнок только все выполнять дальше я сам забыл потому что прошло уже почти 50 лет денис нам пишет мне 30 лет и я не только в браке не было но и девушки свои у меня практически не было хотя очень хотелось бы дайте им совет михаил почему мне так не повезло повезло наоборот денис слушать и как вы там говорили дом в италии в германии т.д. и т.п. вопросов от девушек не будет никаких больше 731 добрый вечер пожалуйста звуку приемника выключите не сможем с вами так общаться алё здрасте здравствуйте меня зовут анжелика не точно да очень хорошо анжелика слышно знаете мне 29 лет трое детей я была в браке наверно три раза наверное вы не все помните нет я была три раза но каждый раз был по-разному первый раз я вышла замуж официально но для потому что я знала что он любит ребенка и он будет хорошим отцом но ребенок не вон про только на другую ребенка 1 раз я вышла замуж чтобы у ребенка был отец я правда понимаю да и он очень любил его и я его это наверное уважала но у меня не было к нему ничего она его замуж и полюбила уже вторая то себе бегает от родителей так а следующий муж следующий муж а вот он был его другом моего мужа застрелили первого он был другом он меня поддержал когда я была вдовой 18 лет ну и как бы и плюс и осталось с ребенком также он меня поддержал я опять же понаделась что как бы вот она поддержка как бы и опять вышла замуж родилась дочка вот мы переехали в другой город вообще как бы другой регион от родителей пожили несколько лет как бы ну начались наркотики там как бы и дальше и я сбежала с детьми а ваш оба мужья из криминальной жизни какие-то да ну если честно да оказалось потом что они оба и сидели но я тогда об этом не знала наверно возраст глупо вот в третий раз как бы я решила для себя что я не хочу замуж я буду жить для детей все встретилась как бы с человеком чисто случайно думала это так чисто закрутиться роман но получилось так закрутилась и начали жить прожили три года мучительно наверно любила первый раз в жизни полюбила если честно но не как-то не пришли я посчитала что нужно расстаться очень тяжело мне это давалось ну как бы я рассталась почему вы расстались есть такая любовь прям у вас была ну у него тоже как бы были наркотики не хотела с этими лица то чтобы мы первый второй хотела уйти думаю ну за почему так ну а почему у вас такая любовь к криминалу у вас тут в семье тоже криминальный наркоман нет вот именно что у меня как бы не было никого мама как бы всю жизнь как бы ну если честно у нее как бы всегда были мучку на пятеро девочек семье так у нас время уже подходит к концу и нас остается буквально 20 секунд все ладно звонок друзья мои это очень интересная тема не просто так поговорили если вы собираете замуж вы должны спросить себя зачем ответ может быть типа мне так хочется мне так нравится я люблю его и хочет что у нас была семья и так далее это правильное здоровый ответ а я прощаюсь